Вот умру я, умру я, похоронят меня, и никто не узнает, где могилка моя. Правительство уже готово обсуждать повышение пенсионного возраста. На повестке вопроса схеме повышения 65 и 63 года у мужчин и женщин, или мягче 65-60 лет. Эксперты накануне ТВ хватаются за голову. Любой вариант повышения пенсионного возраста – это катастрофа, ведущая к социальному взрыву, бунту и выходу людей на улицы. Депутат Госдумы Николай Арефьев уверен, никаких оснований для повышения пенсионного возраста нет. Рост продолжительности жизни Росстат выдумал. Как только статистику переподчинили Минэкономразвитие, жизненный уровень стал подниматься и продолжительность жизни стала расти. Для чего? Статистика надувает продолжительность жизни с тем, чтобы были основания повысить пенсионный возраст. Ведь у нас за последние три года уровень жизни упал на 11%. Когда уровень жизни падает, тогда продолжительность жизни не увеличивается. А у нас чем хуже мы живем, тем дольше живем. Но это парадокс российский. До господи, статистику можно нарисовать хоть до 100 лет. Тогда можете и пенсионный возраст до 80 продлить, и никому платить не надо будет никаких пенсий. Уже этих пенсионеров и не будет. Но когда они повышают пенсионный возраст, не надо думать о продолжительности жизни. Надо думать, а где работать, пенсионеры будут. Вот это надувание цифр, что у нас зарплата растет. Где? У кого? Скажите на мелочи. Да ни у кого не растет. Ни у кого. Но статистика надувает. Будет социальный взрыв. Говорят, русский народ, он долго запрягает, но быстро ездит. Вот и съездит, наверное, кому-нибудь, почему-нибудь. Президент в 2005 году на прямой линии заявил. Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. То же самое он заявлял и в 2013 году. Мы уже неоднократно заявляли, что считаем нецелесообразным повышать пенсионный возраст в России. И не будем этого делать. Коллеги из так называемого либерального экспертного сообщества, мы знаем, что предлагают. Они говорят, вам без этого не обойтись все равно без повышения пенсионного возраста. И чем быстрее сделаете, тем лучше. Это острейшая социальная и экономическая проблема. Мы говорим, нет, не будем. Считаем, что по-другому можем сделать. Теперь же он продвигает обратное. На последней прямой линии он заявил, что реформа пенсионной системы поднимет доходы пенсионеров. Но на пенсию выходить будет некому в случае повышения пенсионного возраста. А те, кто все же смогут дожить, все равно будут вынуждены продолжать работать, уверен социолог, левый публицист Борис Когарлицкий. И учитывая, что в 90-е годы с оформлением документов и заплатом зарплаты по белому было очень неважно у населения. Ну, в большую часть населения. Одна из целей пенсионной реформы – это то, чтобы заставить людей все оформить по белому. Но проблема состоит в том, что это зависит от работников, от работодателей. Да, это на краткосрочной основе даст отъемный экономный средств пенсионов. В течение как минимум трех или пяти лет люди вообще на пенсию стоить не будут. Плюс еще кто-то помрается. Представляете, какая будет экономия. То есть вы на самом деле не продлеваете людям жизнь, а сокращаете ее по крайне актуальным категориям земли. То есть фактически универсальная пенсионная система таким предлогом уничтожает. Время как, в общем-то, более разумно было бы идти по прямому противоположному пути. То есть просто обеспечить безусловную пенсию для большей части населения, гарантированную пенсию. Что означало бы рост покупателей способности населения и, соответственно, стимулировал бы экономический рост. Ну а повышать пенсионный возраст будут, скорее всего, мягко, чтобы избежать социального взрыва. Однако избежать его вряд ли удастся, уверен доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. Это сокращение прав работников. На самом деле не обосновано никакими демографическими сдвигами. Вот обещания совершенно голословные и, скорее всего, лживые о том, что повысит пенсию, выше инфляции. Примут тот, который помягче, может быть, даже еще мягче, с тем, чтобы реализовать слова Путина о том, что надо подходить осторожнее и аккуратнее. На самом деле важно не то, какой предельный возраст установят выхода на пенсию, а как быстро будут его повышать. Если год за год, то это означает, что несколько лет не смогут выходить на пенсию, то есть число пенсионеров не будет увеличиваться. Если несколько месяцев за год, то, по крайней мере, те, кто находится накануне пенсионного возраста, за несколько лет смогут добраться до пенсии. При среднем возрасте жизни мужчин 67, женщин 78, для женщин это еще куда ни шло, а для мужчин это создание ситуации, что до пенсии не будет доживать почти половина мужчин. Так каким темпом будете повышать? Сколько месяцев за год? Если 12 месяцев за год, на улице выйдем. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас пакет.